Добрый день коллеги, добрый день нашим спикерам. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня мы поговорим на такую достаточно тяжелую, душераздирающую тему. Приходит холода и все больше животных гибнут на улице, потому что они мерзнут и им нечего кушать. Активисты Днепра призывают спасать жизни хвостатых друзей. Как помочь животным зимой? Куда пожертвовать в корме? Где забрать домой четырех лапах? В нашей пресс-конференции принимают участие Ксения Семехина, фонд «Право на життя», Ирина Чуйко и Ирина Терещенко, волонтеры приюта «Ковчег». Также у нас в гостях сегодня щенок Маква, кот Вася, кошечка Филичита, правильно? Нет. Нет? Другие. Кто у нас еще сегодня? Эти еще безымянные. Безымянные только. Ну, я вам тогда передаю первое слово, немножечко подробнее об этих малышах и, в принципе, чем могут помочь простые жители города. Ну, вот такую проблему, как выкидывание беременных животных и собак и котов, мы не поднимали, мы просто говорили о том, что спасаем котят, щенков, но вот убить ли уже, когда животное выкинули на улицу, мы подбираем беременную собаку или кота этих, то есть стерилизовать в этот момент, или же, допустим, дать возможность родить и оставить щенков и пристраивать, принимают личное решение волонтеры. И это очень сложное решение с точки зрения, это абуза для нас принять, то есть выброшенных нагулянных хороших животных, были в семьях, в домах они жили, да, или там прикармливали в подъездах, когда такое случается, стараются от них избавляться. И очень часто мы видим в городе беременных собак или котов, и у всех дилемма, что с ними делать, как дальше быть. Вот случается, вот у нас с вами сейчас есть два гостя, это вот еще месяца нет котеночку, да, то есть мы его немножко откормили за три недели, его прямо, их высыпали прямо на Троицком рынке. Вот один из них сейчас... То есть просто выкинули... Да, да, и на Троицком рынке сами, как бы, те, кто там работает, обратились за помощью, ничего не оставалось делать, и как вот пытаться спасти, отогреть, то есть три недели назад он был меньше, чем ладошки. Вот маленький котик, это уже кошка была спасена в последние дни, вот буквально, ну вот-вот она должна была родить, потому что она уже... И было принято решение, что в таком состоянии уже никто не будет ее оперировать. Буквально через два дня уже родились котята, к сожалению, очень что-то не пошло пристройство, они сейчас живут в ветклинике, и приходится их потихонечку пиарить, пристраивать, ну как-то тяжело идет. Вот если, допустим, спасенный котенок, кризис, мы пишем быстро пост, люди реагируют, подхватывают, да. А если уже кошечка родила, и вот она спасена в ветклинике, котята в ветклинике, уже на такой пост, ну, очень тяжело кто реагирует, приходится через знакомых пристраивать. Вот мальчишка и мальчишка, и он взял, как бы под свое кураторство, мы их посадили в одну клеточку, так как за две клеточки дорого платить, и он начал ухаживать, обучать малыша вот этого, как за собой ухаживать. Вот я к проблеме беременных, как бы животных на улицах отношусь вот таким образом. Либо принимаем решение с волонтерами, либо самостоятельно с врачами принимаем решение, потому что это и страдания животного мы понимаем, что мы убиваем, с другой стороны мы понимаем, что размножение это бесконечным будет, мы не можем контролировать всех. Прошу обратить внимание на сложный период зимы, который перед нами стоит, и вот эти все животные, которые сейчас и беременные будут, там собаки, и коты, они все будут выброшены. С дачи там, то есть бесконтрольное размножение, никто, понятно, на дачах не стерилизует. Вот, и просьба у меня все-таки обращаться в клинике, где есть скидки у волонтеров, обращаться к волонтерам с просьбой, не заберите, спасите, мы уехали, до свидания, да, или там под тем кустом заберите, а попытаться именно с волонтерами объединиться и договориться, кто может где курировать на своей даче, которых остаются там, один, два, три человека остаются, курировать-то могут, потихоньку обращаться в зооконтроль, постараться стерилизовать за зиму. Спасибо большое. У нас еще кот Василий сегодня такой прекрасный, есть немножечко подробнее. Кот Василий, это громко сказано, он еще пока котенок, ему всего лишь пять месяцев. Маленький. Это жертва жестокого обращения. На глазах у людей, и у нашего волонтера, женщина, на корову Маркса, с окна выкинула кота. Он не выпал, его выбросили. Упал котенок не по кошачьи совсем, потому что он сломал челюсть и сломал пальчики. Мы его прооперировали в клинике, уже сняли швы сегодня, готовимся мы к прививке. Он очень ласковый, такой весь кот-кот прям. Васю кастрировали, он ищет семью, он отлично будет существовать в квартире, потому что лоток он знает на отлично. И он такой диванный котик, иди, иди на ручки, иди. Не пытались связаться с бывшей владелицей? Нет. Чем ее поступок вообще? Не знаю, возможно ли это оправдать, но по сути, зачем она так поступила? Нашел мальчик, мальчик-волонтер-подросток, он первым делом это все увидел, и со всей толпы он схватил котенка и понес в клинику. Потом, где конкретно, какой дом, какое окно, мы уже добиться от него не смогли, к сожалению. Спасибо большое. Маква также у нас спряталась, стесняется немножко, да, я так понимаю? Да, очень ласковый сеночек, это девочка, тоже у нее история тяжелая. Эту собаку сбила машина. Сбила машина напротив завода макаронных изделий, в честь чего мы назвали ее Маква. Она лежала у дороги, никто не обращал внимания. Ее еще погрызли собаки. Хвостик, лапки, она была очень травмирована, и сенок уже умирал. Добрые люди не прошли мимо, увидели, что еще жива, обратились к нам, позвонили на горячую линию в Общество защиты животных «Ковчег». Мы, соответственно, отреагировали, приехали, забрали щеночка, отвезли в клинику. Сделали все манипуляции, но, к сожалению, прогнозы неутешительные, лапки задние, у нее идет компрессионная травма, и задние лапки, возможно, не будут работать. Но, в принципе, если заниматься усиленно, если постараться, и делать ей массажи, и провести полноценную реабилитацию, то щенок имеет право на то, что он действительно будет ходить. Но ему нужен куратор, ему нужны хорошие, добрые руки, и внимание, и уход обязательно. Вы знаете, меня очень поражает халатность людей по отношению к животным, это выбрасывают, издеваются, это все очень жестоко, я не понимаю вообще, почему сейчас идет такая вот жестокая волна по отношению к животным. И мы зазываем людей, давайте с этим как-то бороться, и животные тоже имеют право на полноценную семью и хорошую жизнь. Потому что у них также есть душа, у них также есть чувства к нам, к людям. И нужно, тем более, чем меньше будет бездомных животных на улицах, тем, конечно же, лучше будет как для животных самих, так и для людей. Спасибо большое. Тех людей, которых, возможно, нет возможности забрать себе животное, как можно еще помочь? Возможно, есть реквизиты, возможно, нужно привозить корм или какие-то вещи? Да, конечно, необходимы всегда помощь и руками, волонтеров не хватает, волонтеров очень мало, очень нужны нам руки, очень нужны корма, конечно же, собачек много, у нас в приюте Ковчег очень много собак, у нас есть кошачий дом, очень много котов, котят, постоянно нужен корм, сейчас вот идет зима, холода, для того, чтобы животным было тепло, нужно топить, топить, топим мы дровами, поэтому в приют очень необходимы дрова. Куда привозить, если можно адрес, связываться с нами, да, адрес мы не разглашаем, цель безопасности. Можно будет вам оставить, может быть, как-то контакты, да, то есть мы продиктуем все контакты, куда можно позвонить на горячую линию и помочь. То есть нужен корм, нужны каши, нужно мясо, очень необходимы медикаменты, потому что в приюте более 22 инвалидов, которым постоянно нужны медикаменты, нужны лекарства для реабилитации. Мы их выхаживаем в клиниках, вы знаете, не всегда удается отвезти в клинике, потому что это дорого, это все только на волонтерских, так скажем, держится плечах, государство ничем не помогает, поэтому приходится за свои средства, да, и собранные, вот мы реабилитируем животных, их содержим. Соответственно, чтобы, допустим, если не получается в клинику, то выхаживаем сами, соответственно, покупаем сами лекарства и все необходимые для этого препараты. Спасибо большое. Есть что добавить, возможно? Да, я хотела сказать, что если есть возможность прийти в любую ветклинику, спросить телефон волонтера и оставить какую-то сумму денег, то можно спросить, на какую организацию или на что, и будут записаны и они переданы тут же, или с вами администратор наберет, то есть клиники, которые с нами сотрудничают, они нас знают, и даже 50 гривен это польза, потому что при стерилизации там 250 гривен можно так в неделю до 10 животных стерилизовать, потому что у волонтеров на руках есть животные, которые не сами, но еще и население обращается. Очень тяжело в неделю иметь энную сумму денег, на руках, чтобы мы постоянно живем в долг в ветклиниках, пытаясь и своих спасать, лечить, и тех, которые приходят от населения. Также в ветклиниках в состоянии уже готовности находятся тоже животные на пристройстве, щенки, собаки, котята. Если вы имеете благую цель и не будете платить или покупать животные, придите в ветклинику, спросите, у кого из кураторов сейчас на пристройстве здесь есть котята или щенки, вам с удовольствием ветеринары покажут, потому что мы за них платим ежесуточно минимум 50 гривен за один бокс, плюс пеленки, плюс питание. То есть в среднем это, ну, бокс может выходить там на двух животных 100 гривен в сутки. То есть с питанием, с пеленками, плюс еще есть манипуляции. И очень просим вас обратить внимание в ветклиниках, времени не отпечатать на всех открытки плакаты, вешать, но в ветклиниках есть наши животные, которые здоровые, красивые, но они не должны жить в клеточках. Помогайте нам хотя бы с пристройством. Вот этот будущий хороший семьянин, отец трехмесячный приютил, еще нет месяца вот такого вот котенка и нянчит его, обучает, но представляете, какие из них прекрасные вырастут домашние питомцы. У нас, к сожалению, время уже подходит к концу. Спасибо большое, что сегодня побывали у нас в гостях. Все вопросы, пожалуйста, после пресс-конференции. На этом мы заканчиваем. До свидания.